ребят всем привет всем доброе утро у нас уже довольно прохладно сегодня было плюс 9 утром в общем приехали сейчас в садик ну как всегда у нас режим один утром завезли младшенькую в садик сейчас завезем старшенькую в школу еще надо тетрадочку купить по дороге потом спортзал потом поедем еще одну школу съездим которая ближе возле нас все-таки хотим попробовать перевести ребенка поближе в школу потому что ну действительно очень тяжело ей просыпаться так хоть она может лишь это полчасика еще поспать да и нам тоже есть каждый день мы тратим правда по где-то часа два в день уходит на вот эту дорогу на переезды и а я а я как больной потом то есть два часа ну ну не то чтобы впустую я там могу аудиокнигу послушать могу там подумать где-то там что-то стать записать пробки но тем не менее я намного могу эффективнее работать если это буду я дома у компьютера чем я буду за рулем да что ж такое так что будем сегодня искать еще школу посмотрим две школы 88 по моему 74 и ну потом запишу видео расскажу какие там какие там условия какое наше впечатление так а такой школе тех школа в общем все отлично до конца вот В общем, класс, нам повезло. В школу нас приняли. Вот за мной школа стоит. Довольно, ну, нормальная школа. Новенькая, аккуратненькая, чистенькая. По классам мы еще не ходили, в столовку не ходили. Но самое главное, что нас приняли. Это очень здорово. И от нас это буквально пару километров, чуть больше двух километров езды. И, ну, правда, очень здорово. Здесь где-то еще садик есть. Так что в садик мы завтра поедем, еще в садик переведем ребенка. Ну, а мы поехали на фитнес, в спортзал поехали. Приехали мы в садик. Ждем мы, нам назначено, на 18.15. Сейчас ждем время. Пойдем сходим. Это государственный садик, он как раз за мной находится. Государственный садик. Посмотрим, как там. Потому что я уже много видео записывал, где я говорил, что мы ходим в частный садик. И сейчас узнаем, как здесь, в государственном, сколько платить нужно. Нужно ли платить, сколько стоит еда, как примут, какие документы нужны. В общем, сейчас все узнаю и все вам обязательно расскажу. Так что дождитесь конца видео, в конце все расскажу. Ну что, приехали мы с детского садика. Это, в общем, печальная новость. Нас, походу, ввели в заблуждение. То есть, когда мы звонили, узнавали, то директор не уточнила, что это частный садик. То есть, она это как-то умолчала. И на странице, на их странице садика ничего не было написано, что это не, то есть, не частный садик, то есть, не государственный. То есть, мы подумали, что это есть государственный садик. И, в общем, пошли, пообщались с ней. Ну, довольно приятная женщина, хорошая. По цене, по цене даже, ну, дороже, конечно, чем мы платим в этот садик, в котором мы сейчас ходим. То есть, по цене получается вообще 800. Ну, она для каждого индивидуально делает скидки. То есть, для нас, допустим, сделала скидку, ну, значительную. То есть, с 8 до 2, 450 злотых. Это вместе с едой. Там, 200 злотых еда. И 550 злотых, если мы до 3 часов оставляем ребенка. С 8 до 3 часов 550 злотых. Это вместе с едой. В принципе, это не так дорого. Но дело в том, что мы хотим все-таки сейчас ее перевести в государственную или вообще в нулевой. Потому что ее с 5,5 лет, по-моему, можно уже в нулевой переводить. В общем, мы сейчас подыскиваем, еще смотрим. Еще никуда мы не сдавали. Все-таки хочется ее сдать просто в государственный садик, чтобы она уже доходила, ну, это время до следующего года и потом уже пошла в нулевой класс. Ну, так вот. Что касается школы. В принципе, школа нам понравилась. Завтра отбезем документы. В общем, там процедура какая. Ну, у меня первый раз такая, не знаю, может, кто-то с этим сталкивался. Мы едем в одну школу. Нам выписывают бумажку, что они берут. Потом с этой бумагой нужно поехать, такая картонка, поехать в другую школу. И на обратной стороне там есть то, что они передают ребенка, в общем. И вот такая бумага. Ну, то есть, обходную пройти, библиотеку сдать. Ну, это стандартно. Школа хорошая. Действительно хорошая. Она, ну, на первый взгляд, очень понравилась. Плюс там в секретариате, в этой школе, куда мы сейчас ходим, сидела девочка, девушка. И она сказала, что это... Она эту школу заканчивала. И, в принципе, школа классная. Ну, тоже нас очень порадовало. Вывод какой? Ну, не знаю. Смотрите, если вы едете в сентябре уже, а ребенка нужно сдавать в садик, то вообще проблем никаких, берут, пожалуйста. С любого месяца можно пойти в садик. Государственный это трудно. Я думаю, возможно, но, скорее всего, трудно. Уже на следующий год нужно заботиться. То есть, там на год, ну, уже места заняты, забиты, в общем. Что касается школы, ну, я не думаю, что проблема будет, даже если вы приехали, уже в школу идти, вас в школу возьмут. Единственное, что они спрашивают, это паспорт на ребенка, либо ПСЛ. То есть, это польский идентификационный номер, либо паспорт на ребенка, который в Украине можно получить. Ну, и обязательно спрашивают знания польского языка. То есть, чтобы ребенок мог общаться без языка, увы, я так думаю, не возьмут. Потому что нас, ну, раз и три она переспросила, какой уровень у ребенка польского языка. Но, так как у нас у ребенка уровень лучше, чем у родителей, но, то есть, очень у нас супер управень. Ее, как бы, ну, взяли без проблем. Ну, в общем, вот так вот и день прошел. Завтра мы еще поедем, еще пару садиков посмотрим. Возможно, поснимаю, возможно, нет, потому что с этим здесь тоже очень строго. Здесь нельзя снимать без разрешения, это все время нужно спрашивать. Ну, в общем, постараюсь поснимать для вас. Но этот садик нам тоже, в принципе, понравился. Вот здесь сейчас картинка появится. То есть, довольно красиво, симпатично этот дом, это частный дом получается. И очень много, ну, всего сделано уже там. То есть, красиво, аккуратно, уютно. Мы еще подумаем, но, ну, возможно, и будем ходить. Так что, пока, пока сложно сказать. Ну, если что, задавайте вопросы, всегда пишите в комментариях свои вопросы. Постараюсь на них отвечать, но я не то, что стараюсь, я на них обязательно отвечу. Как всегда, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал, рекомендуйте видео друзьям, если знаете, что кому-то оно может быть полезным. Ну, также подписывайтесь на мой инстаграм. Там я периодически выкладываю фотографии, то есть, не видеофотографии, иногда видео выкладываю. То есть, тоже должно быть там довольно интересно. Так что, на сегодня все, ребят. Всем, всем счастливо и всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok